Начинается поиск новых средств защиты. В 1974 году Министерство оборонной промышленности объявило конкурс на лучший проект защиты танков. Зная, как относятся к динамической защите военные, Дмитрий Александрович пошел на хитрость. Вместе со своими друзьями по научному кружку МВПУ он разрабатывает проект «Лисица». Лисица в прямом смысле это было. Потому что мы выдвигали динамическую защиту, хотя работы по ней были запрещены. Но мы там напридумывали какой-то контактный датчик, который запускает боевую часть, который осколками поражает снаряд. Хотя в выбросе эту боевую часть остается нормальная динамическая защита, которая все сделает, все что нужно. Победителями конкурса стали проект Коломенского КБ, прообраз знаменитой арены, комплекс активной защиты танков. И проект «Лисица» не из стали. Будущая динамическая защита. Успех дал Рататаеву официальную возможность заниматься любимой темой. Дмитрий Александрович проводит тысячи опытов. Встречаясь с конструкторами и военными, он пытается убедить их в перспективности своего метода. Военному человеку психологически трудно представить, что от снаряда противника его может защитить взрыв вот такой вот пластины. Поэтому за новую динамическую защиту приходилось драться. И не только с военными. Однажды очередная дискуссия о новой защите завершилась в прямом смысле потасовкой. Отличная спортивная подготовка Дмитрия Рататаева стала веским доказательством правильности инженерной мысли в споре с одним из конструкторов танка Т-72. Он как зам главного конструктора Тагильского КБ отстаивал свою концепцию, как он видел, что элементы динамической защиты должны быть очень маленького размерчика. Чтобы взрывалось там чуть ли не 20 грамм ВВ, но снимало почему-то всю струю. И когда ему физику доказывало этого дела, сидя на подоконнике в Министерстве оборонной промышленности на лестнице, ну, пришлось вспомнить спортивные некоторые приемы. И кончилось, ну, не дракой, конечно, но потасовкой. В середине 70-х годов в странах НАТО появились боеприпасы, пробивавшие уже до 900 миллиметров брони. Ни один советский танк не мог им противостоять. Поэтому конструкторы танковых КБ начинают проявлять интерес к новому способу защиты. Однако в Министерстве оборонной промышленности появляется очередной приказ о запрещении работ по данной тематике. В начале 1980 года в тайне от высокого начальства численность отдела динамической защиты была доведена до 14 человек. У группы Рататаева появились серьезные результаты. Руководство института впервые решилось вывести из подполья работы по динамической защите. На полигоне в Красноармейске назначаются показательные испытания для оборонного отдела ЦК КПСС. За день до приезда комиссии Рататаев решает провести генеральную репетицию. Но словно злой рог висит над динамической защитой. Вновь взорвались все контейнеры. Тяжелая плита пролетела около 100 метров и упала возле укрытия с людьми, выбив огромную воронку на дороге, по которой должна была проехать комиссия. Ну что делать? Отменять визит в большого начальства? А мы уже знали, что визит положительный принесет результат нам. Мы просто никому ничего не сказали. Эту огромную яму на дороге набросали туда деревяшек, железок и залили водой. Март месяц, ночь холодная. Все это вровень хорошо с дорогой замерзло и никто ничего не запитил. Испытания прошли успешно. Но несмотря на официальное признание динамической защиты, работы по-прежнему тормозились. В это время к Дмитрию Александровичу попадают фотоснимки нового немецкого танка «Леопард-2». Он обращает внимание на толстые бортовые стенки. Судя по объему, они предназначены для установки контейнеров динамической защиты. Из института стали в Миноборонпром направляется письмо, в котором Рататаев излагает свою точку зрения. Через некоторое время его вызывают в министерство. Меня пытались убедить, что я абсолютно не прав. Ну и последний аргумент в этом споре был такой, ты что, трогал ее руками? Я говорю, нет, не трогал, только фотографию видел. Ну, значит, ее нет. Буквально через несколько месяцев за это заблуждение чиновников заплатят жизнью сотни сирийских танкистов. 6 июня 1982 года. Израильские войска начинают широкомасштабные боевые действия в Ливане. На пути встают регулярные сирийские войска, контролирующие часть страны. Началась Пятая Арабо-Израильская война. 16 июня 1982 года. Москва. Секретарю оборонного отдела ЦК КПСС. Совершенный секрет. Правительство Сирии высказывает серьезные претензии к боевым качествам танков советского производства. 9 июня в ходе боев в долине Бекаа Потери 3-й сирийской бронетанковой дивизии составили 19 танков. Боевые действия показывают низкую эффективность наших противотанковых боеприпасов по поражению устаревших танков М48 и М60 американского производства. Вскоре произошел случай, который серьезно повлиял на дальнейшие события. В одном из боев сирийцам удалось захватить неповрежденный танк М48. Вот тогда и выяснился секрет успеха израильских танков. На М48 были установлены сегменты активной брони фирмы Блейзер, аналога советской динамической защиты. Когда о захвате израильского танка М48 стало известно в Москве, сразу начались переговоры о доставке его в Советский Союз. Для выполнения задания в Дамаск срочно прилетает военно-транспортный самолет Антей. Однако переброска в Советский Союз трофейного образца едва не стала причиной вооруженного конфликта с силами НАТО. На перехват Антея с английской военной базы взлетело звено истребителей с заданием посадить советский самолет. Экипаж сделал вид, что идет на посадку, а когда истребители отстали, у них кончалось топливо, грузовой самолет проскочил над полосой и на максимальной скорости улетел в сторону Будапешта, а уже оттуда взял курс на Москву. Был доставлен в Москву на полигон Чкаловский и потом транспортом доставлен в институт на Куменку. Мы прибыли туда, осмотрели этот танк. Собственно говоря, первый раз мы увидели реальную динамическую защиту, которой был оснащен реальный танк. Дальнейшие обследования и изучения подтвердили, что динамическая защита это как раз именно то средство, которое может защитить от кумулятивных снарядов. С этого момента работы над созданием динамической защиты пошли в авральном режиме. Теперь никто не считался ни с усталостью, ни с личными проблемами. Военные и Министерство оборонной промышленности предоставили институту полный кардбак.